Последние два дня в Украине главная тема это, безусловно, возвращение Надежды Савченко. Люди радуются, поскольку Надежда два года провела в России, в заключении, столько людей за них переживало. Потому, безусловно, возвращение вызывает у людей чувство радости. Однако, далеко не все задают себе вопрос, почему Надежда Савченко вернулась именно сейчас и какая цель была поставлена в связи с ее возвращением. Как мы знаем, на сегодняшний день глава Украины президент Петр Порошенко активно отстаивает Минские соглашения, согласно которым на территории ДНР и ЛНР должны быть проведены выборы. С этой позиции далеко не все согласны в обществе Украины, в целом население против, однако Порошенко считает, что выборы нужно все-таки проводить. Как мы знаем, что сразу же после возвращения Надежды Савченко, она заявила о своей поддержке Минским соглашениям, а следовательно и выборам на территории ДНР и ЛНР. Более того, Надежда Савченко вернулась 25 мая именно на годовщину президентства Петра Порошенко. Дело в том, что, по ему мнению, между Порошенко и Путиным был заключен определенный договор и дата возвращения Савченко была согласована. Почему же, собственно, Путин решил сделать Порошенко такой подарок и согласился отпустить Савченко на 25 мая? Поскольку Путину в то же время выгодно для того, чтобы Савченко поддержала Минские соглашения, а следовательно выборы на территории ДНР и ЛНР состоялись. Что же дадут эти выборы лично Путину? А Путину это даст то, что люди, которые сейчас фактически незаконно удерживают власть ДНР и ЛНР, путем выборов себя легитимизируют, то есть станут легитимными руководителями данных территорий. И, естественно, теперь они уже будут сохранять власть на территории Донбасса не как какие-то неизвестные захватчики, террористы, сепаратисты и ополченцы, а как представители официальной власти. Потому для Путина это выгодно. Потому он пошел на согласие договор Порошенко, что он отпускает 25 числа на годовщину, а Савченко высказывает свою поддержку Минским соглашениям. Безусловно, что Порошенко, выпустив Савченко, пропиарился, он получил дополнительные бонусы, люди стали его больше любить, ведь какой хороший президент сделал все, чтобы Савченко отпустили на свободу. Однако нужно понимать, что это было сделано исключительно ради таких политических целей. Почему же тогда Минские соглашения, которые выгодны Путину, это очевидно, выгодны и Порошенко? А Порошенко, они выгодны потому, что Соединенные Штаты Америки требуют выполнения Минских соглашений. А Порошенко без Соединенных Штатов Америки не сможет быть президентом Украины. Возникает вопрос, почему же с Штатом выгодно, чтобы Минские соглашения были выполнены, а следовательно прошли выборы на Донбассе в ДНР и ЛНР? Поскольку Соединенные Штаты Америки важно, чтобы в Украине не было никакой войны. Им абсолютно плевать, будет ли там ДНР, будет ли там ЛНР, будет ли там Гиви, Моторолы и Стрелков руководить. Им это не важно. Важно то, чтобы не было войны. А войны не будет в том случае, если территорию Донбасса будут контролировать пророссийские силы. Потому в данной ситуации Минские соглашения выгодны всем. России, поскольку они сохраняют влияние, Америки, поскольку они удерживают данную территорию от войны. И, как сказать, могут не заниматься этой темой, заниматься более другими вопросами, в том числе не конфликтовать с Россией. И, следовательно, выгодны Порошенко, поскольку, следуя политике Штатов, он сохраняет должность президента. Потому все эти три стороны согласились между собой, что Савченко выходит, она оглашает о своей поддержке Минским соглашением, проводятся выборы, и все замечательно. Тем более, Порошенко теперь может апеллировать перед народом, что, смотрите, не только я выступаю за Минские соглашения, за проведение выборов, а Савченко, за которую вы, уважаемый, столько переживали, ведь она является на сегодняшний день авторитетом, общественным авторитетом. И вы должны, естественно, следовать ее позиции и соглашаться с ее позицией. Потому нужно понимать, что выход Савченко – это не какое-то, знаете, необычное происшествие, которое случилось путем определенных переговоров. Без Путина Савченко выйти не могла. И Савченко вышла исключительно потому, что в данной конкретной ситуации это было выгодно, в том числе и Владимиру Путину. А теперь возникает вопрос, а выгодна ли вся эта ситуация народу Украины? Ведь теперь лидеры ДНР и ЛНР, которые являются террористами, это все признанный факт, станут депутатами. И теперь уже они не будут рассматриваться как уголовные преступники, они будут рассматриваться как политические борцы. И более того, люди, которые пройдут во власть с территории ДНР и ЛНР, теперь, ну после выборов, смогут выехать в ту же территорию Соединенных Штатов Америки, в Европу, в другие любые страны мира и получить там политическое убежище согласно Конвенции ООН о политических беженцах. Заявить о том, что нас притесняют, нам в Украине не дают проводить свою политику. А когда возникнет вопрос, так вы же уголовники, вы же террористы, они скажут, нет, согласно Минским соглашениям у нас были проведены выборы, и мы никакие не террористы, мы политические деятели. И согласно Конвенции ООН, они имеют полное право получить политическое убежище, в том числе в США, получить социальные выплаты, получить необходимую финансовую помощь, получить грин-карту, а впоследствии и гражданство. Вот я вам обрисовал ситуацию, которая ждет в будущем. Я хочу еще раз украинцам сказать, что ваша судьба никого не интересует. Ни Россию, ни Штаты, никого. Вы лишь пушечное мясо, вы лишь экспериментальная страна, над которыми проводят политические опыты. Ваше будущее, ваше достоинство, ваши чувства и ваше желание мести или справедливости никого не интересует. Потому и дальше можете хлопать в ладоши своему президенту, все хорошо, все классно, все замечательно.